Дальние шары будут тоже казаться вам проще, оттягивать их будет легче. Когда вы будете играть на новом сукне, шарик вам будет казаться легче. А что касается резаных чужих, здесь тоже сноска будет. И сноска будет в сторону резки. Привет, бильярдисты! С вами на связи Игорь Литовченко, дипломированный тренер и коуч по бильярду. Сегодня я научу вас, как лучше всего адаптироваться на новое сукно, и чтобы вы играли максимально качественный бильярд. Свой два борта к себе, прицельный на длинный борт налево. Друзья, пока вы смотрите эту рекламу, в мире бильярда забили около 100 шаров. О, 101! Если хотите, чтобы у вас часто падали шары, переходите по ссылке в описании и участвуйте в наших проектах. Когда вы будете играть на новом сукне новыми шарами, либо на новом сукне и уже игранными шарами, вы столкнетесь с таким явлением, как скольжение шара. Это перемещение шара, просто как проскальзывание. И вам это будет ощущаться, как отсутствие контроля. Когда вы будете играть боковые вращения, когда вы будете делать резки на чужих, когда будете играть с вояков, стараться бить дуплеты, отыгрыши и вообще выполнять выходы. Все эти нюансы сейчас мы с вами разберем. Начнем со свояка. Свояк – это самое первое, с чем вы столкнетесь, и вам будет некомфортно его играть на новом сукне. Ощущение, когда вы играете на новом сукне, что вы как будто бы на гололёде. Шар просто скользит по сукну, и такое еще впечатление создается, что вес шара у вас будет совершенно другим. Но, когда вы будете играть на новом сукне, шарик вам будет казаться легче, потому что при небольшом усилии шар будет сразу отскакивать и лететь вперед, как будто бы нет сопротивления, потому что на старом сукне у вас есть сопротивление. Когда вы будете играть в свояка, вы будете ощущать проскальзывание битка на старте, и когда уже коснетесь шара и пойдет следующий отскок. Этот отрезок вперед и этот отрезок от шара нужно тоже ощущать, поэтому на новом сукне нужно еще уметь играть. Если у вас не получается играть, просто поделайте несколько ударов. Вспомните то, что я буду говорить в этом видео и сейчас объясняю. Вам нужно играть просто в новой парадигме, в новом понимании. Свояк — это первое, что будет у вас проскальзывать, он будет отскакивать сильнее. Масса его останется одинаковая, а вес будет ощущаться легче. По этой причине вам будет проще забивать чужих шаров, потому что шару не надо никакого усилия, он уже скользит, и он уже отлетает от кия, проскальзывая по сукну. На старом же сукне у вас будет сопротивление, которое нужно будет учесть и усиливать немножко свою технику, делать ее более качественной, стабильной. Здесь прощается ваша неточность по чужому. А что касается свяка, он, конечно, у вас может просесть. Ну, например, если бить подверг, это просто у нас накат. Либо бить под низ, это у нас будет оттяжка. Покажу ее на примере чужого шара. Вам она будет даваться гораздо-гораздо проще, потому что по ощущениям будет то же самое, что вы играете легкими шарами. У меня такое же ощущение, как будто я играю легкими шарами. Например, удар с накатом, вы будете видеть, что шар ускоряется. Оттяжка у вас тоже будет гораздо-гораздо легче. И этот момент надо тоже учитывать. Все будет гораздо проще выполняться. Но это плюсы были, а минусы... Вот, смотрите, если я даю левое боковое вращение, сноска вправо будет неминуемая, и будет обязательно погрешность и проскальзывание. Поэтому нужно давать больше перереза. Но это на какие-то несколько миллиметров. Это первый момент. Второй момент вы будете ощущать, как будто бы шара нет. А если вы еще будете давать боковое вращение, вообще вы его не будете ощущать. У вас потеряется чувство удара. Вы как будто бы будете не в своей тарелке, как будто бы что-то будет не так, что-то будет не то. Потому что вы всегда привыкли встречать шар, который будет давать сопротивление сукном. Пускай оно уже будет наигранное несколько месяцев. Но здесь сукно только недавно перетянутая. Поэтому вращение, когда вы даете, вы как будто бы будете бить в пустоту. Там будет соприкосновение, но оно будет не такое, оно будет ощущаться не так. И от этого у вас будет тоже дискомфорт. И все эти факторы необходимо учитывать. Чем выше уровень профессионализма игрока, тем быстрее он будет адаптироваться к данным условиям. А что касается резаных чужих, здесь тоже сноска будет. И сноска будет в сторону резки. То есть, чтобы вам забивать успешно шары, нужно будет больше брать резки. Дальние шары будут тоже казаться вам проще, оттягивать их будет легче. Это то же самое, что вы будете бить шар с более ближнего расстояния. А что касается отскоков от бортов, в этом случае шар будет получать сноску в ту сторону, в которую происходит этот удар. Если мы бьем прямо, например, мы не получаем никакую сноску. Если мы бьем влево, сноска будет влево еще больше. И чем больше мы будем давать угол, тем больше сноска будет у нас появляться, потому что проскальзывание будет. Поэтому нужно учитывать также и эти нюансы, когда вы будете делать выходы, либо когда отыгрываться. Если вы хотите свой поставить в угол от борта, вам можно взять меньше бокового вращения левого и меньше даже резать, потому что сам отскок вам поможет качественно отыграться по направлению. Потому что если бы я сейчас дал бы еще и бокового вращения и ударил бы, как обычно я бью, я бы, конечно же, уже перерезал бы. Попал бы куда-то сюда. Что касается дуплетов, то же самое. Если мы поставим наш стандартный дуплет, который показывал в одном из уроков, дуплет по отыгрышу. Просто удар под вверх и правильная резка. Все. Если я брал резку 3 четверти, 2 трети и получал результат по забитию, в этом случае, если сейчас на новом сукне я буду бить дуплет, я буду перерезать. И чем больше у меня будет угол на дуплете, тем больше будет сноска. Сноска это у нас вот это боковое вращение, которое проскальзывает. Вот это проскальзывание, да, оно немного влияет. Пускай на несколько сантиметров, но это точно будет другой отскок. Если все это вместе собрать, конечно, вы попадаете совершенно в другую среду. Потому что часто спортсмены тренируются на уже наигранном сукне, и когда попадают на соревнования, совершенно попадают в другие условия. Ну, все играют в одинаковых условиях. Но тот, кто быстрее адаптируется психологически, физически к новым условиям, тот будет играть более качественно и, естественно, покажет лучший результат. Например, еще я покажу вам удары трех бортов. Здесь тоже будет сноска работать более в расширенный отскок, более в большой угол и будет стремиться, получается, по расширению в эту сторону, вместо того, чтобы раскрутиться в угол. По этой причине я буду давать либо меньше бокового вращения, либо бить немного выше, потому что чем ниже я ударю, тем у меня шире будет отскок, тем больше будет у меня угол, а я его буду уменьшать. Куда попал у нас биток? Прямо сюда, сюда. И какое было расширенное направление, представляете? Такого невозможно сделать на старом либо уже наигранном сукне. На старом сукне вам надо было бы попадать только так. На новом же сукне мы уменьшаем отскок здесь, уменьшаем отскок здесь, а сноска все равно нам приводит удар в угол. Смотрите в следующем выпуске. У вас будет расширяться отскок, расширяться в короткий борт. Вот смотрите как. Без шанса я попаду сейчас в короткий борт. Ну просто, это физика. Друзья, ну когда вы так будете играть, кто выдержит такую игру, скажите? На этом мы будем завершать наш урок. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, переходите в школу и повышайте свое мастерство в бильярде. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok